Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Третий том. Вопрос 951. «Почему сегодняшние христиане не такие, как были первые христиане?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Пророк Ездры не мог найти ответ у людей на этот вопрос и осмелился вопросить ангела. Третья книга Ездры, пятая глава, с 52 по 55 стихи. «Скажи ей, почему рождаемые тобою ныне не подобны тем, которые рождены были прежде, но меньше их ростом?» И она скажет тебе, «Одни рождены мною в крепости молодой силы, а другие рождены под старость, когда ложесна начали терять свою силу. Рассуди же ты, вы теперь меньше стану, нежели те, которые были прежде вас, и те, которые после вас родятся, будут еще меньше вас, так как творения уже состарившиеся, и крепость юноши уже миновала». Есть такое изречение, что первые христиане прочищались из деревянных чаш с золотыми сердцами, а ныне и золотых чаш с деревянными сердцами. Этот же вопрос задавали перед революцией, но когда наступило время испытания, миллионы людей уподобились первым христианам, потому что с ними был тот же самый Бог. Считаю, что наипагубнейшее действие расхолаживания, разнеженности в церковь пошло только от того, что священники и архиереи скрыли Слово Божие и буйно возрастили обряда верия. Конкретно по недавней ситуации, времена Хрущева, Андропова, возьмите любой регион России, к примеру, Алтайский край, Одессу и Ригу, наведите справки, кто в эти годы из православных был заключен в советский гулаг, конкретно за Слово Божие, за проповедь, за собрание верующих, верующих, как говорили коммунисты, за агитацию, за совращение душ. Я обратился к Богу среди пятидесятников Венспилс, Латвия, где я работал на корабле и учился в мореходном училище. Когда я был на берегу, я всегда бежал в храм, и ни разу никто не подошел ко мне и не сказал о Боге. Я покупал свечи, старался прилепиться умом к словам, произносимым на службах, и ничего не знал, о Слово Библии даже не слыхал. И у меня была только одна мечта – научиться болиться за умерших, чтобы, когда умрут родители, молиться за них по канону за едино умершего. Когда я обратился к Богу по Евангелию 27 сентября 1962 года, я сразу же прикоснулся с теми людьми, кто ревновал о большем, нежели есть. Это был момент отделения от зарегистрированных бакптистов ВСЕХБ инициативной группы во главе с Винцем и Прокофьевым. Их сажали тогда пачками. Вот рассудите, кто больше был похож на первых христиан – баптисты или православные, кому коммунистическая власть была ближе. Откровение 12 глава 11 стих. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Субтитры создавал DimaTorzok